Сульки-тюлюльки! Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марине Стик. Сегодня 24 декабря 2021 года. И вот готов второй костюмчик для нашей Лилуши, выпускницы нашего питомника, который я вязала ей на вырост, с двумя пышными юбочками, как вчера сказали в комментариях, написали подписчики нашего канала, что им очень понравилось платье с юбочками. Но Лилуша у нас такая малюска, что три рюши тут не поместилось, поместилось только две рюшечки, которые прикрывают как раз попочку. Находятся они на краю нашего платья. Рюшечки вот такие же воздушные, как и в предыдущих платьишках. Между рюшечками идет полностью связанный полноценный свитер, то есть никаких там дырочек нет. Эти рюшечки чисто декоративная отделка сверху на свитер. И при желании их можно убрать. Да, Лилуша тут занята делами, она тут развлекается. Мне бы хотелось как-нибудь ее посадить, что ли, показать это платьице, как это выглядит. Костюмчик ей великоват, но мы вязали его на вырост, чтобы не получилось. Вот так примерно он и выглядит. Вот так, юбочка. Вот так вот все это выглядит. К этому костюму у нас есть шапочка с рюшечками на Лилушу. Из этой же пряжи этот костюмчик такой вот, костюм снегурочки весенней, принцесски в рюшечках, пампушечках. Все прикрыто, все закрыто. Я надеюсь, мамочке Лилуше понравится этот костюмчик, так как она сказала, что она готова приобрести два костюма. Один вот пуховой, который я показывала, и второй вот такой поедет на вырост, потому что Лилуша у нас еще щеночек, и она еще будет расти. Мамочке Леночке передает Лилушенька приветик. Скоро они уже встретятся. Буквально через несколько дней Лилу поедет в город. Вот, будет привито полностью, чипировано. И теперь уже одета в новые костюмы, в которых она поедет к новой мамочке. Ой, ой, ой. Так, папа, иди-ка посмотри, что у нас в соседней комнате. Что там за драки. Не, Лилушу-то забирай. А я еще хотела рассказать и показать, как у нас живет Ирисочка в новом доме. Костюмчик можно снимать, да. Мне пришел фото приветик от Ирисочки. Мамочка Ирисы пишет нам. Здравствуйте, Марина. У Нитании все прекрасно. Ходит на пеленку, хорошо кушает. Действительно, очень любит тыкву и пекинскую капусту. Особенно белую часть, которая плотная. С нашей собакой уже подружилась, играют вместе. Нитания любит занимать лежачок Еджины. Вчера уже спали вместе. Сегодня, правда, она в него написала, видимо, помечает. Нитания очень активная, шустрая, любознательная. И нам она очень нравится. Дети ее просто обожают. И вот такая фоточка, которая подписана, что это фото практически с первых дней привыкания. Ириски к новому дому. Сейчас попробую поймать, чтобы не подсвечивала. Ой, прям не знаю. Вот, как-то так. Вот наша Елисочка в новом доме. Я очень рада за выпускников нашего питомника. Огромное спасибо мамочкам выпускников нашего питомника. Сейчас сделаю подсветку получше, а то прямо никакого качества видео не получается. Все что-то мутно без подсветки. Так, огромное спасибо мамочкам выпускниц нашего питомника за чудесные фото-видео-приветики. Очень и очень приятно. Мы продолжаем ждать кисули, кисулиных родов. Вот кисуля наша тут весела, бодра, активна. А также 8 щенков в нашем питомнике продолжают ждать мамочек и папочек. И надеюсь, что кто-то из них, возможно, до Нового года все-таки найдет себе новую, любящую и заботливую семью. И станет для кого-то в новом 2022 году новым членом семьи на долгие-долгие годы. Если вам интересно, как дела у наших питомцев, как поживают выпускники нашего питомника, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал нашего питомника, чтобы не пропустить новые видео. О жизни наших питомцев Афродита продолжает допекать геркулеса. Это делает она уже не первый день. Это с тех самых пор началось, когда она стала искать место, где сделать кладку. Вот осталось всего пара дней до отъезда Лилуши в новый дом. И как раз-таки уезжает у меня Маруся в новый дом. Вот эта крошечка освобождается террариум, туда переедет жить Афродита. И к геркулесу под селем Жаклин, она спокойная. Бориска у нас чувствует себя активно. Бодрый и здоровый ждет, когда его возьмут на кроватку. Я собираюсь вязать костюмчик теперь уже для маркизочки, который я обещала связать тоже на вырост. Маркиза подросла, теперь вяжем ей пуховое платье, которое обязательно покажу. Постараюсь связать его как можно быстрее. У меня осталось очень-очень мало времени до отъезда Лилуши в новый дом. И Леночка, мама Лилуши, ну давай выпусти сюда пигмалиончика. Вот пигмалиончик еще ждет, сентябрьский парнишка, мама, пап. Значит, Леночка любезно согласилась, мама Лилуши, передать платье для маркизы. Персюша продан. Так, скажи, Персюша, что за дела? Мама Персюша пишет мне каждый день, все закупили, все с нетерпением ждут тоже Персюши. А Персюша и Пигмалион и Лилуши ждут с нетерпением своего дня рождения. Это будет 26 декабря, когда им исполняется 3 месяца. И вот 27 мы едем, везем их на прививку и чипирование. Это по возрасту, иначе нам нельзя прививать их раньше. После чего они смогут приехать в новый дом. И пигмалион тоже. Пигмалион может переехать даже в день прививки и чипа. Если вы житель Санкт-Петербурга, прямо из ветклиники, можем привезти к вам домой. Индивидуальные видео всех щенков на продажу, подробные, есть на канале нашего питомника, в плейлистах. Если вам интересно, смотрите по заголовкам. Вот щенки на продажу обычно идут с заголовком, продаю дата рождения, кличка Акрас. Если это общее видео с такой же тематикой, то в заголовке также будет написано, о чем видео. И тогда вы посмотрите этого же самого щенка или этих же самых щенков, только вот в таком ракурсе, когда они вместе играют, веселятся, кушают. А также можно посмотреть бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, которые всегда у нас участвуют в ежедневных видео о жизни наших питомцев. Борис у нас как раз-таки тот продед по маминой линии. Это детям пигмалиона и тем детям, кто рожден от прянички. Дусенька у нас как раз-таки бабуленька. Тем детям, кто тоже, значит, вот пигмалион у Дусенька, прабабушка по линии мамы. Так что Тасенька, прапра, она уже в родословной не видна, но все же есть она вот у нас в живую, наша живая родословная наших питомцев. На этом, дорогие друзья, я с вами буду прощаться, но ненадолго. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока и до новых встреч. С наступающим, дорогие друзья, уже Новым годом. Всего лишь одна неделька осталась. Не прощаемся надолго. Оставайтесь с нами. До новых встреч на канале питомника Марии Местик. Здоровья вам и вашим питомцам. До новых встреч.